Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня мы поговорим про шведскую мелодию к дэд-группу In Flames. Давайте начнём. Где-то году в 99-м, 2000-м мне в руки попалась самописная видеокассета, на которой были видео от групп, работающих на тот момент в экстремальных жанрах тяжёлой музыки. Под экстремальными жанрами тяжёлой музыки, конкретно в этом видео, я подразумеваю дэд и блэк метал. Так вот, это были клипы или просто какие-то концертные записи. И среди этих записей затесалось видео от группы In Flames на песню Artifacts of the Black Rain. И честно, я очень сильно прибалдел от увиденного и услышанного, потому что в отличие от всего остального, мрачного и депрессивного In Flames звучали очень даже так бодренько. И через 19 лет, после того, как я услышал эту песню в первый раз, я всё-таки сыграл её на гитаре, кстати, можете посмотреть видео. А тем временем у себя в городе никакой информации, а уж тем более аудиозаписи, я, к сожалению, не нашёл. Поэтому я поехал в соседний город побольше и устроил там рейд по варькам с кассетами. В первый день удалось купить кассету группы Korn, я пришёл домой, поставил её в магнитофон, послушал, поплевался и продолжил поиски. На второй день в переходе метро я всё-таки нашёл кассету In Flames, и это был альбом Colony. И он был шикарен от начала до конца, я получил от него всё, что хотел получить. Потом я показал Colony чувакам с местной тусовки, они тоже прибалдели, и мы стали искать ещё записи. У одного чувака нашлась кассета с альбомом Jester Race, я её перехватил, переписал себе, и да, Jester Race был такой же шикарный, как и Colony. Я даже не могу выделить какие-то отдельные песни с этого альбома, потому что абсолютно весь альбом звучит очень целостно и круто. Где-то году в 2003-м у меня появился mp3-диск, на котором были все альбомы Dog Lament включительно, а также, по-моему, демо 93-го года. И, наконец-то, появилась возможность ознакомиться с творчеством In Flames полностью, почитать историю группы и также посмотреть фотографии. А ещё из описания с диска я узнал, что существует такая группа At The Gates. Альбом Reroad To Remain как-то прошёл мимо меня. Позже, когда мой музыкальный кругозор значительно расширился, я его, конечно же, послушал, но думаю, что в то время, в начале нулевых, я оценил бы Reroad To Remain гораздо выше. А вот альбом Soundtrack To Your Escape мимо меня не прошёл, к сожалению. Когда я первый раз его послушал, я вообще не мог понять, что это, зачем это, куда это. А это точно In Flames? Скажу честно, я, ну, небольшой любитель альтернативной музыки образца начала нулевых. Такие группы, как Korn, Slipknot, Link Biscuit, Rammstein, Static X, Machine Head и многие другие я не слушаю. Я просто не могу их слушать, что-то внутри меня прям противится этой музыке. Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые любят слушать альтернативный металл. Это только их дело, да и вообще вопрос вкусовщины. Но ожидать такой подставы от In Flames я точно не мог. Тем более, мои музыкальные предпочтения сдвинулись в сторону более тяжёлой музыки. Dead и Black Metal. Cannibal Corpse, Dead, Immortal, Mayhem, Napalm Dead, Burzum, Carcass. Да там много чего было. А альбомы In Flames 6-го и 8-го года это просто какая-то жесть. Это смесь Evanescence и Rasmus. Вот слушаешь их и не можешь найти ни одну целостную песню. И даже если песня годно начинается с отголосками старого In Flames, то припев точно будет в стиле «Голубой октябрь». Мне просто непонятно, что такого должно было произойти у людей, что такое должно было щёлкнуть в голове, чтобы In Flames стали играть в корни другую музыку. Да, на том же колоне есть Ordinary Story, но в совокупности всего материала с альбома она звучит уместно и даже миленько. Мне честно, искренне непонятно, как группа, исполняющая это... Начала играть это... Попытался посмотреть поздний концертник, не выдержал и пяти минут. Вырубил нафиг. Опять же хочу заметить, что я не имею ничего против альтернативного металла, кроме того, что он мне лично не нравится. Да, я допускаю, что есть люди, которые на полном серьёзе слушают современный In Flames. Тем более продажи альбомов у In Flames в разы выросли с того момента, когда они стали играть более лёгкую музыку. У меня вопрос. Вот, ребят, напишите в комментариях, есть ли среди вас те, кто с удовольствием слушал In Flames до 2002 года и продолжает его с удовольствием слушать сейчас, то есть альбомы 6, 8, 14, 16 и 19 годов. Мне правда безумно интересно. Короче, In Flames скатился и раньше было лучше. Кстати, не забывайте вступать в мой паблик ВК. У меня там сейчас два крутых админа, которые просто завалят нас ништяками. Ссылка в описании. На этом, пожалуй, всё. Спасибо, что смотрите мои видео. Ставите лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. А с вами был Депрайс. Пока!